Теперь понятно, куда вы так торопились. Ну что ж, разрешите сразу же и откланяться. Ну почему же сразу? Можете сначала извиниться. Интересно, это за что? За ваше лихачество? Не стойте в дверях, проходите. Я не собираюсь извиняться. Ну это позиция. Согласиться не могу, но уважаю. Присаживайтесь, поговорим о вашей новой работе. В смысле? В прямом. Если вы так же рьяно будете отстаивать права компании, как свои собственные, меня это устраивает. Какое у вас образование? Высшая, плюс аспирантура. Я химик. Вот у меня имеется ряд публикаций в солидных европейских научных журналах, участие в международных симпозиумах, есть авторское свидетельство, что... Но это все прекрасно, если только не будет отвлекать от основных обязанностей. Ясно. Наша компания состоит из нескольких подразделений, которые работают в совершенно разных направлениях. От производства мебели до поставок станков. Есть несколько сайтов, интернет-магазин и еще несколько инвестиционных проектов. Не слишком ли вы разбрасываетесь? Нет. Ваша должность что-то вроде координатора. Вы всегда должны быть в курсе дел каждого подразделения и информировать меня. Также в ваши обязанности входит общаться с клиентами, партнерами, готовить встречи, держать в порядке архив и следить за почтой. А как же, семь мешков фасоли? Что? Ничего, простите, это так. Ну, раз ничего, завтра в 9.00 можете приступать. Катерина? Да, Алексей Михайлович. Введите в курс дела нашу новую сотрудницу Людмилу. До завтра. Что-то еще? Думаю, там на дороге мы оба немного погорячились. Хорошо, забыли это дело. До свидания. Что? Лен, я ясно дал понять, разговор окончен. Извини, много дел. Пока. И после всего этого он тебя еще взял на работу? Да, он сказал, такие бойцы ему нужны. А как он сам? Слушай, да я не успела еще ничего понять. Вроде бы деловой, не глупый, правда не особо вежливый. Ну, лучше или хуже, чем Ермаков? А Ермаков, а ты кто? О! Что надеть? А какой у них там дресс-код? Какой дресс-код? Какой дресс-код? Моя предшественница Катя ходит на работу в рваных джинсах и футболке. Нормально. А начальник мотоциклетной косухи. Правда, все это, насколько я заметила, не дешевое, значит фирма процветает. Так это то, что нам нужно. Ты мне скажи, ты по химии скучать не будешь? Не знаю. Нормально. Держи. Спасибо. Итак, здесь у нас пиар-отдел. С сегодняшнего дня я тут работаю. Далее. Тут у нас финансисты. Господа, познакомьтесь, это Людмила. Здравствуйте. Теперь она. Идем дальше. Итак, тут у нас кухня. Холодильник, микроволновка, кофемашина стоит у твоего стола. Запомни, Алексей Михайлович пьет кофе с тремя кусками сахара. Ну, в общем, работа несложная, так на побегушках, но с перспективой роста. На телефоне включен автоответчик, так что ты каждый раз не дергайся. А то тебя так надолго не хватит, на части разорвут. Доброе утро всем. Доброе утро. Людмила, к часу мне нужны все материалы по рекламации фирмы Таурис. Таурис, хорошо. Кофе сделайте. Таурис, удачи. Ира, привет. Доброе утро. Слушай, мне понадобится твоя помощь. В каком смысле? Тебе нужно будет продолжить изучение биологической активности пептида С-15. Серьезно? Мне нужно? А при чем тут ты? Ну, вчера у меня с Ермаковым был довольно продуктивный разговор. Он предложил оригинальную схему синтеза нашего пептида. Тьф, с каких пор он стал нашим? Вообще-то он милым. То есть, ты хочешь сказать, что мы к этому никакого отношения не имеем? Ни я, ни Танька, ни Ермаков? Вся заслуга, по идее, должна достаться гениальной Крыловой? У тебя есть хоть какое-то представление о научной этике? Вадик, кто бы говорил об этике? Жаль мне тебя, Ирка. Вся эта история с пропажей журналов всего лишь Милкина фантазия. От научного бессилия. Да, интересно. Вот так работаешь с человеком бок о бок много лет. И даже не догадываешься, какой он на самом деле. Здравствуйте, компания Технобис. Одну минутку сейчас соединю у вас. Простите, не подскажете, Саша, Кондратьев... Кондратьев, 28. Спасибо. Людмила, меня Лариса зовут. Я из пиар-отдела. Это надо курьером отправить. Хорошо. Здравствуйте, компания Технобис. Это срочно. Я все сделаю. Нет, простите, это я не вам. Людмила, это надо срочно разослать. Не переживайте, я все передам. Что, простите? Рассылка. Срочно. Давайте, давайте, давайте. Да, да, хорошо. Да что же это такое? Здравствуйте, компания Технобис. Да, да, простите, сейчас принесу. Когда отвечаете на звонок, представляйтесь, пожалуйста. Анонимность у нас не приветствуется. Да, хорошо, извините. Здравствуйте, компания Технобис. Людмила. Здравствуйте, компания Технобис. Да, как вы говорите, вас зовут? Хорошо, я передам. Людмила, это на подпись. На подпись директора? Да, да. Технобис, здравствуйте, Людмила. Людмила, очень срочно. Одну минутку, сейчас соединю. Добрый день, мне по планировке квартиры уточнить. Одну секунду. Ирина, извините, я бы хотела соседнюю комнату улучшить по дизайну. Вот эту папку надо проверить. Компания Технобис. Здравствуйте, Людмила. Секунду, соединяю. Людмила, это что? Как что? Это рекламация по Таурису? Правда? А где акты экспертизы? Договора? Где вся переписка? Я просил все материалы. Простите, но я... Мне не нужны ваши оправдания. Через пять минут, чтобы на моем столе были все документы. Вот было бы, из-за чего кричать. Не расстраивайся, сейчас я сделаю, давай. Как это можно все запомнить? Здравствуйте, коллеги. Как у нас дела? Здравствуйте. Работаем, Евгений Сергеевич. Вот сравниваю результаты гидролиза последних двух модификаций нашего пептида. А Татьяна готовит вам информацию по участникам венецианской конференции. Прекрасно, работайте. Спасибо. Ирина. Ирина, я давно не видел ваших расчетов по коагуляции. Что произошло? Ну, мы же, кажется, не в бухгалтерии. Наука спешки не любит. Вы знаете, я вижу, что дела о нашей лаборатории вас мало волнуют. Почему вы так решили? Да, слухи дошли. Ну, знаешь, до вас дошла недостоверная информация. Хотя должна признаться, что работать в лаборатории становится некомфортно. Ну, ну. Я вижу, Лавры Крыловой вам спокойно спать не дают. Ладно, коллеги, работайте. Лир, ну, зачем ты на рожон-то полезла? А я ненавижу демагогов. Слушай, а ты сама демагогию не разводишь? У нас хорошая перспективная лаборатория, отличный руководитель отдела. Вадик, высокий балл у Ермакова ты уже заработал. Зачем ты зря силы тратишь? Прав, Ермаков. Дружба с Крылова тебе на пользу не пошла. Вылетишь из института. Вадик, ты не прав. Да прав он, Тань, прав. Я уйду. Но для начала в отпуск. Пока, пока, Саню. До свидания. До свидания. Пока. До свидания. Давай, давай, до завтра. До завтра. Эй, вставай, пойдем домой. Рабочий день в компании Техноби закончен. Спасибо, Кать, ты мне сегодня очень помогла. Да не за что. Честно говоря, я думала, будет хуже. Для первого дня ты отлично справилась. Ага. Осталось только научиться нормально разговаривать по телефону и правильно работать с документами. А так все отлично. До завтра. До свидания. Девчонка, пока. Пока. Ну, чего ты замерла? Пойдем. Подожду, пока он уйдет. Не хочу с ним в одном лифте ехать. Боюсь, не сдержусь, если опять начнет воспитывать. Не принимай все так близко к сердцу. Да нормальный у нас шайф. То, что нервный в последнее время, это да. Это из-за развода. От него жена к другому ушла. А для мужика, сама понимаешь, это сильная психологическая травма. Знаешь, как я ее хорошо понимаю. Такое убежать надо. Ну, ладно. До завтра. Пока. 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 Я решила, пойду в отпуск, а потом приму решение. А Пашка меня во всем поддержал. С вином-то ты очень хорошо придумала. Эй, подружка, ты чего? Милаш, что случилось? Я тебя давно такой не видела. Ты что, плачешь, что ли? Милый мой хороший, ну? Да что такое? И одинок, и бездарная. Ой, боже мой, ну дурочка ты моя. Ну, что за глупости? Ну, перестань. Сначала я потеряла жениха, потом я потеряла работу. Потом я встретила мужчину, от которого я впервые в жизни потеряла голову, и тот исчез. Ну, ты все еще об этом незнакомца в маске. Ну, давай еще скажи, что до сих пор не можешь забыть вкус его поцелуя. О, ну хорошо. Ну, у тебя же новая работа. Это же как новая жизнь, как там. Да там все еще хуже, ты понимаешь? Оказалось, что я со всеми своими образованиями и красными дипломами не могу сделать элементарных вещей. Я не понимаю, куда мне нужно отправить курьера. Я не понимаю, как отделить договора от платежек. Я не знаю, в какой последовательности нужно отвечать на телефонные звонки. Я не могу десятерых взрослых людей заставить вымыть за собой чашки. А этот начальник мой новый, еще хуже, чем Ермаков. Послушай, я тебя прошу, давай перестань плакать. Соберись. Давай решать все по порядку. Во-первых, ты не одинока. У тебя есть мы с Пашей. А во-вторых, присмотрись к Виталику. Он очень хороший. И ты ему ужасно понравилась. А в-третьих, да возьми и организуй в этом офисе все так, как тебе удобно. Мне уже кажется, у меня ничего не получится. У тебя не получится. С твоим-то комплексом отличницы, да у тебя же всегда все получалось. Ну, ну перестань. Ну все. Давай. Держи. Все. Не плачь. А где теперь договора по интернет-магазину? Вот, все здесь. Все подписано. Людмила. Спасибо. Да, Людмила. Мне срочно нужны документы на ротангубую мебель. А вот все рядом. Спасибо. Большая просьба все возвращать на места, ладно? Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Мила, привет. Есть, привет. И когда ты это все успела? Главное, цель вдохновения. Ну да. Уважаемые коллеги, доброе утро всем. У меня огромная просьба к любителям кофе мыть за собой чашки. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Это что за новшество? А у нас тут и революция. Да, вот Людмила пытается упорядочить и организовать наш рабочий процесс. А зачем? Кто просил? А мне нравится. Простите, Алексей Михайлович, это мое. Ладно, продолжаем трудиться на благо компании Технобис. Лен, я тебе все уже сказал. Да, ничего вернуть нельзя. Нет, мы ничего не будем больше пробовать. Лен, я прошу тебя, успокойся. Все, все, хватит рыдать. Хорошо, я приеду. Можно? Когда? Хорошо, я буду. Не могу больше говорить. Алексей Михайлович, проект презентации по итальянским краскам у вас на почте. Отлично. Лариса? Да. Вопрос. Как тебе наш новый координатор? Людмила? Людмила. Ну, если честно, она немного странная. Но найти нужный документ стало намного проще, это факт. Понятно. Спасибо. Угу. Можно? Да. Людмила, сделайте кофе. А у нас кофе больше не будет. Почему? Пить не из чего. Наша революционерка все чашки выбросила. Как выбросила? Мусор. Прекрасно. Прекрасно. Людмила, что там за проблемы с кофе? Я настойчиво и неоднократно просила всех мыть за собой чашки. Меня не услышали. Уборщица, если вы не знаете, приходит всего один раз, рано утром. Поэтому я собрала весь мусор и выбросила. Нет, ну нормально, а? Давайте решим эту не самую большую проблему, чтобы сотрудники могли выпить кофе и чтобы грязной посуды не было. Алексей Михайлович, эта проблема была решена еще сто лет назад, когда в Канзасе запустили в производство бумажные стаканчики. Надеюсь, завтра, когда я приду на работу, я не застану полностью перестроенный офис. Благодарю вас. Руку давай. Привет. Я очень рада тебя видеть. О чем ты хотела поговорить? Мне очень плохо без тебя. Лена, меня это уже давно не интересует. Давай по существу. Но ты должен меня простить. Мне было очень плохо с этим человеком. Это был твой выбор. Я ошиблась. Я очень сильно ошиблась. Мне нужно было потерять тебя, чтобы понять, насколько ты важен для меня. Лена, я тебя очень прошу. Не начинай, а давай без слез. Но мы же можем попробовать начать все сначала. Нам же было вместе хорошо. Ничего начинать мы не будем. Если это все, для чего ты меня позвала, то мне пора. Все, пока. Ну и проваливай. Ты еще сам об этом пожалеешь. Ты приползешь ко мне. Вроде бы все. Спасибо. До свидания. Ну, милый ты боец. Держи. Спасибо. Алло. Здравствуйте, Виталий. Ну, вообще-то у меня были немного другие планы. Насчет вашей дочери. Давайте я вам сейчас сброшу адрес. До свидания. Здорово. О, привет. Ты ко мне? Нет, я не к тебе, я к Миле. К Миле? Ну, к Людмиле. Как мило. Слушай, хорошо, что я тебя встретил. Вот, у Машки же день рождения, так что мы тебя ждем. Спасибо, постараюсь. Старик, ты не обижайся, но ты иди. Я не хочу, чтобы Мила нас видела вместе. Так все равно же узнает. Ну, это будет домашняя обстановка. Опа. Все, пока. Пока, Ромео. Сочувствую тебе. Ой, ладно. Добрый день. Добрый день. А вы что, знакомы? С кем? А, нет. Просто уточнял адрес. Между прочим, это был мой шеф. Очень неприятный тип. Да? По-моему, любезный. Это потому, что вы его не знаете. Так о чем вы хотели со мной посоветоваться? Да. Мила был, понимаете, у моей дочери день рождения. Ей исполняется тринадцать лет, а я не знаю, что подарить. Не могу сказать, что я широкий специалист в этих вопросах. А это вам. Виталий. Мила. Спасибо. У вас очень славная дочь. Да, замечательная. Только, знаете, с ней в последнее время сложнее и сложнее. У-у-у, моим сестрам по шестнадцать. Я вас очень хорошо понимаю. Да. Вот сегодня закатила сцену. Не хочу, говорит, никакого дня рождения. А почему? Она это как-то объяснила? Да. Потому что я запрещаю делать татуировку. Она ведь или всю жизнь об этом мечтала. Ну, так может, пойти на уступку и разрешить? Что, татуировку? Вы серьезно? Нет, нет. Нет. Об этом не может быть и вече, что вы. Ну, как вы себе это представляете? Ну, юная девочка со страшными рисунками на теле. Ну, почему сразу со страшными? Вы же можете обсудить рисунок. Нет, я не буду обсуждать, зачем. И потом это на всю жизнь. Она сама скажет, папа, зачем ты мне не запретил? Ух, по-моему, как-то все драматизируете. Можно же сделать временное тату. Временное тату? Как это? Очень просто. Да. Рисунок хной. Как у индийских женщин. Это отличный выход. Мила, а можно вас попросить, чтобы... Вы при этом присутствовали. Я? Да. Но чтобы Машка не знала. Будет лучше, если это будет Машина мама. Нет, это не лучше. И вообще-то невозможно. Я бы хотел, чтобы мы больше об этом не говорили. Слушайте, ну это, конечно, может быть не мое дело, но... Вы абсолютно правы, это не ваше дело, Мила. Эта женщина для нас больше не имеет никакого значения. Я поняла. Простите. Это вы меня простите. Да, кстати, вы приглашены на день рождения. Приходите, мы будем вас ждать. Спасибо, я постараюсь. Ну, за вас. Так, все. Спасибо. Да, пожалуйста. Всего доброго. Мила, что у нас с сетью? Не могу отчет найти за прошлый квартал. Подожди секунду. Здравствуйте, компания Технобис, Людмила. Нет, нет, с документами все в порядке, они никуда не исчезли. Подождите, пожалуйста, минутку. Я сейчас с почты разберусь и вам перезвоню. Спасибо. Я не могу найти договора на аренду. Людмила, у меня исчезла вся переписка с поставщиками. Спокойно. Что опять случилось? Здравствуйте. Документы пропали. Может, вирус? Техника вызывай. Не нужно никого вызывать. Просто я оптимизировала электронную систему хранения документов. Хотела разослать всем инструкцию, но принесли почту, и я не успела. Ну, ты даешь. Вы бы хоть предупредили. Из-за вашей оптимизации у меня в отделе работа остановилась. Людмила, зайдите ко мне в кабинет. Не думал, что мои слова по поводу перестройки офиса вы воспримете настолько буквально. Алексей Михайлович, ну, моя система, правда, гораздо удобнее. Если бы я только успела разослать инструкцию... Так, давайте договоримся раз и навсегда. Инструкции в моей компании рассылаются только после предварительного согласования со мной. Вы что, знакомы с Виталием? Я вчера получила такое же. И что? Ничего. А я-то дура всем хвастаюсь, что я сама устроилась на работу. Надеюсь, вы понимаете, что это была не моя затея. В любом случае, я вам не девочка для битья, ясно? Тихо, не дергайся, положила. Стоять! Стою. Отпустите ее. А ну, отошел! Спокойно, я руководитель этой компании. Если нужен заложник, возьмите меня. Ее отпустите. В сторону, я сказал! Смотри! Алло, полиция! Что-то как-то не хочется в офис возвращаться. Может, перекусим? А работа? Ну, если что, отмажу вас у шефа. Катерина, я отъеду по делам. Людмила со мной. Там за порядком присмотри, чтобы мне пришлось опять полицию вызывать. Покатайте меня. А как вы узнали, что пистолет был ненастоящий? Да я не знал. Просто бросился на вашу защиту. Ну, тогда вы герой. А вы инициатор цепной реакции и невероятных событий. Какие вы знаете выражения? Ну, в отличие от многих, точные науки в школе я любил. А почему вы ушли из института биоорганики? Да так, шеф-идиот был. Не везет вам с руководителями, да? Сначала один шеф-идиот, теперь другой. Вы извините меня, правда. Я очень много лишнего сказала. Вообще некрасиво получилось. Столько людей пыталась мне помочь, а я... Ну ладно, все нормально. Мне самому эта история с протекцией не очень нравилась. Поэтому цеплялся к вам. Больше на себя злился, чем на вас. А вы молодец. То есть я не самый худший работник? Отличный работник. И голова на плечах есть, и творческая жилка. И все эти новшества для компании только в плюс. А вам среди колб и пробирок не вкусно было? А вы с какой целью интересуетесь? Да так, просто. Нет, нет. Я не привыкла. Привет, Катерина. Извини. Боже, сто лет тебя не видела. Как дела? Отлично. Привыкай, теперь мы будем видеться чаще, как и раньше. А вы что? Да, мы с Лешей помирились. Мы поняли, что наш развод был ошибкой, а ошибки нужно исправлять. Ну что, Леша у себя? Нет, он куда-то по делам уехал. А я его мотоцикл внизу на парковке видела. Ну не знаю. Тут сейчас такое было, ты себе не представляешь. Настоящий вестерн. Какой-то парень решил ограбить банк, который по соседству. Значит, на него напали охранники. Каким-то образом он оказался у нас. Ворвался, взял заложника. Но твой, твой был на высоте. Он бандита скрутил, полиция приехала. Все. С Лешей все нормально. Не переживай. Он жив, здоров, все хорошо. Настоящий герой. Отлично. Сейчас. Одну секунду. Алло, Лешенька, привет. Ну как ты? Нормально. Ну ты у меня герой. А ты откуда знаешь? Я у тебя на работе, мне Кате все рассказала. Лен, ты что там вообще делаешь? Я тебе все сказал. Оставь меня в покое. Большое спасибо. Хорошего дня. До свидания. А ведь еще с утра ничего не предвещало. Такого развития событий. Это точно. В какой-то момент я вообще подумала, что работаю у вас в последний день. А что, если продлить этот безумный день и вечером завалиться на какой-нибудь джазовый концерт? Вы джаз любите? Обожаю. Я сегодня не могу, извините. Понятно. Надо провернуть секретную операцию с подарком ко дню рождения у Маши. Вы же будете у нее. К сожалению, не получится. Очень важная встреча. Но подарок Машуле от меня, как всегда, получит. Вы уже готовы сделать заказ? Извините, лампочка перегорела. Ну что, кажется, цепная реакция возобновилась. Ага. Судя по всему, мы с вами вместе все-таки страшная сила. Да, только надо направить ее на что-то конструктивное. На что, например? Я бы кое-что изменила в нашем офисе, сделала его более уютным. Что именно? Добавила живых цветов. Может быть, фотографии на стены. Смотря каких. Природа? Городские пейзажи. Вариант? Какие города? А пусть каждый сам выберет. Сразу будет видно, какой у кого характер. Отличная идея. Только моя Венеция не занимать. Теперь вы мне не оставили выбора. Я тоже хотела Венецию. Серьезно? Совпадение. А, ну да, я ваш карандаш с маской помню. Были в Венеции? Собиралась поехать на конференцию, но не сложилось. Почему? Мой научный руководитель вычеркнул мою фамилию не только из доклада, но и из списка делегатов. Ясно. Вы только не обижайтесь, но вот что я вам скажу. Хорошо, что вы ушли из науки. Вы знаете, я в последнее время тоже так думаю. Еще раз прошу прощения. Сейчас вы готовы сделать заказ? Да. Фух, ничего не понимаю. Может, изменить условия? Взять другой буфер? Ну, давай попробуем. Привет, коллеги. Привет. Какими судьбами? Ты же еще два дня гулять должна. Я в бухгалтерию ходила карточку зарплатную поменять. А-а. Как у вас тут? Да вот. Ермаков предложил новую схему синтеза, а у нас не идет. Может, глянешь? М? Ну, давай. Так. Знаете, когда впереди отдых, мозги очень сложно включить. Давайте я сфоткаю, а дома подумаю. Ну, давай. Ну, все. Работайте. Пока. Пока. Людмила, Маша, буквально пять минут, и ваши мастера освободятся. Спасибо. А вас, Лена, я приглашаю. Извините, пожалуйста, а вы не могли бы мне помочь? Да, конечно. Я не могу выбрать рисунок. Они все такие разные. Да, действительно, задача не из простых. А как тебе вот этот? Класс. Мне он тоже очень понравился. А место ты уже выбрала? А может, у запястья, чтобы папу не очень травмировать? По-моему, хороший выбор. А вы где будете делать? Я еще тоже не решила. Правда, мне травмировать некого. А где ваш папа? Он ушел от нас. А от нас мама ушла давно. Милые леди, мастера ждут вас. Да, подруга, пару дней тебя не видела, а ты тут уже сходишь с ума. А что ты об этом скажешь? Красиво. Что случилось? Маскарад. Я не понимаю. Да этот праздник в парке, незнакомец маски. Помнишь, я рассказывала? Я вообще не думала, что я могу испытывать такие эмоции, понимаешь? Ну, это плохо или хорошо? А еще недавно опять была в парке. И мне клоун дал китайское печенье с предсказанием. И что там было? Показывай. Так, пусть длится маскарад. И что? И мне кажется, он действительно продолжается. А мне кажется, нам пора выпить кофе. Понятно. Пойдем. Ой, кстати, чуть не забыла. Ни о чем тебе не напоминает? Ну, как же не напоминает. Это листок из моего лабораторного журнала. Значит, все-таки, Вадик, вот гад. Не переживай. У них там синтез все равно не идет. Ну, конечно, не идет. У меня тут ошибка, я ее исправить не успела. Отлично. Слушай, может быть, я все-таки рано сдалась? Хотя нет, я ни о чем не жалею. Но Ермакова на чистую воду я выведу все равно. Чай или кофе? Кофе. Кстати, я же твоя должница. В смысле? Ну, это же ты нашла мне работу. Ой, тоже мне нашла. Увидела в интернете объявление. Ох, партизанка, партизанка. Знаю я все. И про Виталика, и про друга его Алексея. Злиться будешь. Радоваться. Отлично. На склад это отнесите, пожалуйста. Хорошо, сделаю. Да, и это тоже. Я понял. Дверь открой. Здравствуйте. Мила. Добрый день, Алексей Михайлович. Сегодняшняя? Нет, сегодняшней почты еще не было. Это я в старых коробках нашла, еще не успела разобрать. Это бы нам помогло заработать. Полгода назад. А теперь только выбросить. Попросите Катю зайти ко мне. Хорошо. Алексей Михайлович, а можно мне сегодня пораньше уйти? Конечно. День рождения Маши, это святое. Спасибо. Хорошо. Да. Мила, я рад, что у тебя хорошее настроение. А чего ей грустить? От гнета Ермакова избавилась, почувствовала вкус к жизни. Кстати, когда мы выведем его на чистую воду, нам нужен будет новый руководитель. Возьмешься? Нет, ты что? Паша меня в жизни в начальники не пустил, да? Слушай, ты вот, ты скажи мне, ты серьезно думаешь, что нам удастся победить Ермакова? Зуб даю. Как зовут твоего нового начальника? Алексей? Алексей Михайлович. Так Алексей или Алексей Михайлович? Паш, если милаша захочет, он будет даже Алешей. Кстати, Паша, а ты с бывшей женой Виталия знаком? Нет. Мы с ним после института потерялись на какое-то время. А когда встретились, он уже был разведен и с ребенком. Ясно. А он что-то про нее рассказывал? Нет. Он не любит говорить на эту тему. А я не спрашиваю. Понятно. С днем рождения, Маша! Спасибо огромное. Ты такая красивая. Проходи, пожалуйста, там все гости. Машенька, ну-ка идем гостей встречать. Пошли, пошли, пошли. Машенька. Здравствуйте. Привет. С днем рождения, красавица. Спасибо огромное. Ну, наконец-то. Поздравляем. Спасибо, мне очень приятно. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте. С днем рождения. Спасибо большое. А я вас знаю. Это же вы со мной были в салоне. Маша. Маша. Извините. Маша, подожди. Маша. Маша. Папа, пусти, мне больно. Что ты себе позволяешь? Хочешь себе праздник испортить и другим? Это не я, папа. Это ты всем все портишь. Ты следишь за каждым моим шагом. А если у тебя не получается, ты поцелаешь шпионов, да? Ты как с отцом разговариваешь. Папа, как же ты меня достал? Что? Ну-ка, немедленно вернись. Ну, упертая, извините. Ну, просто сил нет, понимаете? Да нет, это мы с вами были неправы с этим салоном. Надо извиниться перед ней. Я пойду поговорю с ней. Попробуйте. 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 А че вы стоите? Все хорошо. Идем к гостям. Да-да, сейчас идем. Ну что, хорошо они смотрятся вдвоем. Хорошо-то хорошо, только знаешь, иногда этого мало. Да. Ну ладно, пойдем. Маш, ты прости нас с папой. И эта идея с салоном была не очень удачная. Зато у меня теперь тоже будет красивый рисунок на руке. А мне все девчонки в классе завидуют. Ну, почему все взрослые такие странные? Неужели они не помнят, что им тоже когда-то было тринадцать? Иногда обстоятельства вынуждают их забыть. Твоему папе очень тяжело. Он так старается. Знаешь, когда мне было тринадцать, от нас папа ушел. Мама потом заболела, сестренки были совсем крошечные, так что забота о них легла на меня. У меня детство очень быстро закончилось, так что я тебе завидую. Я часто представляю, как приезжает мама. Как я ей все рассказываю, показываю. Показываю свои вещи, платья, книги. Как вы думаете, она может когда-нибудь приехать? Я не знаю. Ну, если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь или совет, звони в любое время. Договорились? Спасибо. Только вы, пожалуйста, папе не говорите, о чем мы тут разговаривали, ладно? Ему это не понравится. Хорошо. Ну, выше нос. У кого-то день рождения. Да и вообще в последнее время от рук отбилась. И грубит, и капризничает. Ну, как подменили. Виталий, ну, не волнуйся, Мила сможет с ней договориться. У нее такие две сестры. Можешь себе представить, какой у нее опыт? Ну, вот. Пап. Маша. Пап, спасибо за праздник. Спасибо, Мила. Это змиище. Да, я бедничала на меня шефу. Спасибо. А преподнесла все как? Я чуть ли не всю компанию разорила. Успокойся. А как я ее встретила? Девочки. Ну, я же ее помогала, я же ее поддерживала. Привет. Что случилось? Привет. Тебя еще совести спрашивать хватает? В смысле? Не бери в голову. Что произошло-то? Девочки, разбирайтесь сами. Доброе утро. Доброе утро, Алексей Михайлович. Здравствуйте. Доброе утро. Это что-то значит или просто красиво? А ваш внешний вид сегодня это что-то значит или просто красиво? Ну, пытаюсь меняться вместе с окружающим меня миром. Лучше бы вы мотоцикл на машину сменили. Но это было бы уже слишком. Так все-таки, что это значит? Это временный рисунок Хной. Нужно было поддержать Машу в ее маленьком бунте против отца. Ну да. Машу ли не легко живется. Мне иногда кажется, что Виталик просто задушит ее своей любовью. Это точно. Кстати, с завтрашнего дня вы работаете в нашем пиар-отделе. Вы мне нужны там. А Катя? Катя вернется сюда на свое прежнее место. Только очень прошу проследить вас, чтобы установленный вами порядок не менялся. Хорошо. Людмила, поужинаем сегодня? Легко. Только... Только... Что только? Я хотела сказать, только без мотоцикла. А ваша только? Моя только без машины. И вот вы знаете, до сих пор, как бы грустно ни было, приезжаешь к маме домой, а она тебе как в детстве вареников. С вишней. Вы мысли мои читаете? Ну, просто у нас действительно очень много общего. Ну, музыка. Ну, джаз. Да. А что еще? Что? Ну, любимое время года. Осень? Нет. Да. Мы работаем в одной компании. А, ну, тогда можно сказать, что мы оба знаем Машу и Виталия. Вариант? Шварценеггер или Брюс Ли. Ван Дамм. Да ладно? Ага. О, да. Венеция. В моем сердце. В моем сердце. В моем сердце. И в моем. Добрый вечер. Добрый. А как картина ваша называется? Венеция в моем сердце. Хорошая картина. Хорошая картина. Что происходит? Нет, нет. Я тут ни при чем. Я все видела. Восемь лет в Венеции я не был. Всякий раз, когда вокзал минуешь. И на пристань выйдешь, удивляет. Тишина в Венеции. Пьянеешь. От морского воздуха. Каналов. Прекрасный вечер. Только странный. Почему? Ну, весь вечер вместе, еще никаких невероятных событий не было. Да, действительно. Патологически нормальный вечер. Вот, теперь все в порядке. Я спокоен. Традиции соблюдены. О! Субтитры создавал DimaTorzok